Пожалуйста. Я хотел еще сказать, что у нас конференция по царской теме, то надо сказать, что Петр Лентинович правнук повара Ивана Хринтонова, мученика за царя, погибшего вместе с царственными мучениками. Это имеет не просто похвала Петру Лентиновичу, это просто имеет прямое отношение к теме нашей конференции, которая раскроется, может быть, в конце его доклада. Спасибо. Петр Лентинович, вам слово. Спасибо, Василий Владимирович, за предоставленное слово. Ваше высокопреподобие, честные отцы, братья и сестры, господа. Как и многие православные люди, с тревогой и с сожалением воспринял я заявление митрополита Волоколамского и Лариона Алфеева в сентябре 2021 года о том, что экспертизы, многочисленные экспертизы убедительно показывают, что ПТ Катеринбургом найдены действительно останки царской семьи. Через месяц, 26 октября 2021 года, последовало, на мой взгляд, не менее тревожное заявление в интервью радиостанции «Свобода» митрополита Тихона Шевкунова о том, что у него нет сомнений в подлинности останков и он даже не собирается по этому поводу лицемерить. Оба владыки при этом подчеркнули, что архиерейский собор, который тогда должен был собраться в ноябре, при рассмотрении этого вопроса ставит своей целью возможность для всех архиереев ознакомиться с материалами экспертиз и принять решение о тождественности останков мощам святых царственных мужчин. Сразу возникает два вопроса. Первый. Почему только архиереи должны ознакомиться с результатами экспертиз по такому сверхважному для русского народа и русской церкви вопросу? Второе. Если, как утверждает владыка Иларион, экспертизы убедительно показывают, что ПТ Катеринбургом найдены останки царской семьи, то в чем тогда роль архиерейского собора? Просто подтвердить своим авторитетом проведенные экспертизы? Но это будет прямым нарушением соборности нашей церкви, так же как полное игнорирование мнения сотен тысяч мирян, не признающих Икатеринбургские отстанки мощами. Среди этих мирян имеются эксперты, профессионалы, историки, криминалисты, судебные медики. Кроме этого, такого же мнения придерживаются некоторые независимые эксперты. Помимо этого, возможное признание екатеринбургских останков мощами, вернее признание экспертиз на архиерейском соборе, явится со стороны собора игнорированием третьей высшей власти в Российской Федерации судебной. Ведь согласно статье 118 Конституции Российской Федерации и статье 8 УПК РФ, правосудие осуществляется только судом. И то есть только суд может окончательно признать правоту или неправоту вывода вследствие. Получится, что архиерейский собор в случае признания сделает это решение раньше судебного решения. Причем не в духовном плане, к которому такое решение не имеет никакого отношения, а именно в плане признания судебных экспертиз и вывода вследствие, что относится исключительно к компетенции суда и никак не к компетенции собора. Хочу заметить, что игнорирование мнения большей части православных верующих, сомневающихся в тождественности останков царским мощам, идет прямое нарушение указаний святейшего патриарха Кирилла. Его святейшество неоднократно говорил, что выводы следствия, экспертизы и окончательные решения по этому вопросу будут открытыми, сопровождаться широкой дискуссией, где каждый сможет выразить свое мнение. Однако, кроме проведенной конференции в Сретенском монастыре в ноябре 2017 года, действительно конференция, где была дискуссия, но где оппонентам было отведено по пять минут, никаких открытых дискуссий, встреч со следствием, с представителями церковной комиссии не проводилось. Во всяком случае, я этого не знаю. Размещение статей на православие.ру, которое сначала приняло действительно интересный и объективный характер, затем прекратилось, и сегодня никакой дискуссии на этом сайте нет. Я не хочу утомлять вас, господа, очередным перечислением имеющихся на взгляд принципиальных противоречий, которыми наполнены предварительные результаты, то, что мы имеем, во всяком случае, генетических, криминалистических, судебно-медицинских, исторических и иных экспертиз, проведенных при расследовании убийства государя-императора Николая Александровича, его августейшей семьи и верных слуг. Об этих противоречиях неоднократно указывалось специалистами и оппонентами в научных сборниках и на страницах сети интернет. В этом своем докладе я хочу обратить ваше внимание на принципиальные, важнейшие вопросы и возникающие с ними проблемы, игнорирование которых грозит без преувеличения благоденствию России и Церкви. Хочу напомнить, что с самого начала работы следствия и Церковной комиссии по изучению результатов исследований Екатеринбургских останков никто из профессионалов-оппонентов допущен к их работе не был. Но если решения следователя, как процессуально независимого должностного лица, принимаются им, исходя из интересов расследования уголовного дела и не подлежат обсуждению, то позиция руководства Церковной комиссии, отвергшей любое сотрудничество с оппонентами по официальной версии, совершенно непонятна. Хотя нельзя сказать, что вначале такие предложения не поступали. Так, в 2015 году я был приглашен к епископу Егорьевскому Тихону Шевкунову, сейчас митрополит Псковский и Порховский, где после интересного и доброжелательного разговора Владыка предложил мне быть помощником и участвовать в работе Церковной комиссии, на что я дал согласие. Однако после этой беседы меня больше никуда не приглашали, никаких контактов с Владыкой на эту тему у меня не было. При этом, независимо от отношения к моим выводам, как историка, я являюсь кандидатом исторических наук, автором нескольких трудов, посвященных Екатеринбургскому зодеянию, и одна из императоров Николаев Дорога на Гологов, эта книжка выходила под разными названиями, претерпела восемь изданий и получила благословение от покойного святейшего патриарха Алексея II. Если учесть, что я также являюсь прямым потомком повара Ивана Михайловича Харитонова, одного из верных слуг государя-императора, принявшего мученическую кончину 17 июля 1918 года вместе с царской семьей, то, наверное, мое участие в работе комиссии было бы не бесполезно. Хочется также обратить внимание об отсутствии до сих пор в рамках уголовного дела экспертизы по останкам, которые предположительно принадлежат моему прадеду Ивану Михайловичу Харитону. В рамках уголовного дела 18-123-666-93 такой экспертизы не проводилось, хотя мой покойный отец Валентин Михайлович Мултатули отсылал образцы своей крови в Лондон, где проводились генетические экспертизы. По объяснению исследователя Владимира Николаевича Соловьева, в те годы развитие науки не позволяло провести исследование ДНК по материнской линии. В любом случае останки предположительно Ивана Михайловича Харитонова были захоронены в Петропавловском соборе неустановлены. В 2009 году следователь Соловьев обратился ко мне с предложением провести генетическую экспертизу для определения родства с найденной под Идетикой Оренбургом останками, предположительно принадлежавшими Харитону. Я отказался от проведения этой экспертизы, так как, во-первых, был еще жив мой отец Валентин Михайлович Мултатули, находившийся ближе Харитонова на целое поколение, в связи с чем его образцы были бы для экспертизы предпочтительней, а во-вторых, к тому времени уголовное дело было дальнейшим производством прекращено и никакие следственные действия в его рамках проводиться не могли. Тем не менее, по утверждению следователя Соловьева, экспертиза с биоматериалами его отца была проведена, но уже не в рамках уголовного дела. Я неоднокрасно подтверждал, что готов в рамках нового уголовного дела, расследование которого ведет генерал-майор юстиции Марина Викторовна Молодцова, предоставить необходимые образцы, если будет назначена такая экспертиза. Однако, такой экспертизы назначено не было, ко мне, во всяком случае, никто с этим вопросом не обращался. Более того, я единственный прямой потомок одного из потерпевших, говоря юридическим языком, не был признан законным представителем стороны потерпевших. А ведь уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть убийства при очищающих обстоятельствах. Напомню, что пункт 8 статьи 42 УПК РФ гласит, по уголовным делам о преступлениях, последствиям которых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотренные настоящей статьей, переходят к одному из его близких родственников или близких лиц, а при их отсутствии или невозможности их участия в уголовном судопроизводстве к одному из родственников. Важнейшим вопросом, неоднократно ставившимся и перед следствием, и перед церковной комиссией, является вопрос о возможном ритуальном характере убийства царской семьи. Несмотря на имеющиеся множественные признаки соблюдения возможного оккультно-сатанинского ритуала при убиении святых царственных мучеников, никаких серьезных попыток исследований этого вопроса не проводилось, а сама проблема совершенно неверно увязывается с антисемитизмом. Хотя мы неоднократно утверждали, что преступление вообще, ритуальное в частности, не может носить национальный или расовый характер. Ни один народ не может быть ответственен за преступления отдельных лиц. Но сами факты ритуальных убийств стали настолько распространенным явлением, что в 2005 году в Санкт-Петербургском юридическом институте вышло учебное пособие Алексея Васильевича Холопова, которая так и называется методика расследования ритуальных убийств. Кстати, именно по этой теме Холопов защитил диссертацию на соискании ученой степени кандидата юридических наук. Хотя современное российское законодательство не знает такого термина, как ритуальное убийство, под него вполне подпадает состав преступления, предусмотренный под пунктом Л.2 статьи 105 УК РФ убийство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Или вражда, либо по мотивам ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы. В октябре 2017 года я получил от Марины Викторовны Молодцовой электронное письмо, в котором она сообщала, что решается вопрос о создании экспертного совета по проведению комплексной экспертизы, в том числе и по ритуальному убийству, где будут участвовать ученые, специалисты различных направлений, историки, культурологи, психологи из МГУ, СПБГУ, РАН, и предлагала мне войти в этот экспертный совет. Разумеется, согласился, о чем и сообщил Марине Викторовне, однако экспертный совет так и не был создан. Я ни на секунду не сомневаюсь в профессиональной честности следователя Молодцовой. В связи с этим возникает вопрос, кто и зачем принял решение не допустить создания подобного экспертного совета. Между тем, главные вопросы, связанные с возможным ритуальным убийством царской семьи, остаются теми же. Это и убийство царской семьи 4-го, 17-го июля 1918-го года в день, когда церковь отмечает день памяти святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского, обстоятельства мученического убиения которого изложены в Ипатевской летописи, название которое совпадает с названием Ипатевского монастыря, где было избрано на царство династии Романовых и Ипатевским домом, отпущение поваренка Леонида Седнева из Ипатевского дома накануне убийства царской семьи и убийство его через 24 года именно 17-го июля 1942-го года, что очень напоминает оккультный ритуал отпущения, и использование при убийстве царской семьи холодного оружия и характера его применения. Так называемая каббалистическая надпись, которую правильнее следует называть оккультной в комнате убийства, которая была расшифрована специалистом под древним алфавитом Михаилом Владимировичем Скорятин, псевдоним Энель, как возвещение миру о принесении жертвы царя для разрушения государства. Здесь, позвольте, я буквально на чуть-чуть подробнее остановлюсь, потому что это единственный момент, который был рассмотрен следствием, в отношении ритуального убийства. В 2004 году группой московских гибраистов Российского государственного гуманитарного университета было составлено экспертное заключение Центра изучения религий, которое пришло к выводу, что брошюра Энеля не имеет никакой научной ценности. Еще в 2008 году на сайте Русской народной линии была помещена моя статья, в которой я разбирал доводы этих гибраистов. Так как их заключение без всякой критической оценки опубликовано в трехтомнике преступления века, то придется здесь напомнить об этом. Первое. Гибраисты, говоря о букве Ламет, которая, по мнению Энеля, была написана трижды кверху ногами, пишут, Ламет не означает не мщение, а означает учащегость. Во-первых, в Кабале значение одной и той же буквы может быть множественным. Во-вторых, сама Кабала делится на духовную и практическую часть, а самое главное, что значение букв нужно в первую очередь смотреть не по еврейскому алфавиту и не по классическому кабалистическому его толкованию, а по толкованию оккультному, так называемой западной или бульгарной Кабале, которая возникла в эпоху возрождения в Западной Европе и вобрала в себе элементы и Кабалы, и Резенкройцеров, и астрологии, и суфийского мистицизма, и магии, и алхимии, и герметизма, вообще всех так называемых тайных наук того времени. Экспертиза российских гибраистов не рассматривает различные направления этой вульгарной Кабалы, свойственные не иудаизму, а оккультным школам. Поэтому утверждение гибраистов в отношении значения буквы Ламет, как учащегося, опровергается крупными исследователями в этом вопросе, например, крупнейшим американским исследователем Нейджелом Пенником, который пишет, Ламет является двенадцатой буквой алфавита, Ламет представляет инструмент, известный как бычья стрекала, или острог для принуждения и послушения рогатого скота. Эзотерическое значение Ламет – жертвенность, жертвоприношение. Известный сатанист Кроули и его последователи дают подробные разъяснения карте Таро – повешенный, которая у оккультистов соответствует букве Ламет. Повешенный – это жертва, мессия, повешенный бог, основная идея данного аркана – жертва. Свой непрофессионализм демонстрируют российские гибраисты в следующем вопросе. Они пишут Гермес, Тодд, помеандр и тому подобные герметические образы вопреки тому, что утверждает Энель, абсолютно неизвестны Кабали, стоящие на позициях полного монотеизма. Действительно, когда мы относимся к Кабали, которая была в полу-доисторическую эпоху, и когда она была частью еще древнего иудейского мемира, вернее уже постхристианского, мы можем об этом говорить. Но дело в том, что, как я уже сказал, нужно говорить о так называемой вульгарной Кабле. Вот что пишет по этому поводу доктор философских наук Александр Владимирович Диаков. В еврейской среде в эпоху Ренессанса происходит критика Кабалы за близость к неоплатоническим взглядам. В то же время ряд кабалистических авторитетов выступают сторонниками интерпретации Кабалы в платоническом духе, утверждая ее древнее аутентичное происхождение и видя в ней источник платонизма. Абрахам Ягель произвел иудаизацию Зороастра, Гомера, Гермеса, Орфея, Прометея, Платона и прочее. В XVIII веке сходное воззрение исповедовал Шимон Луцата. Значит, на определенных этапах в Кабале появлялось, вернее, вот в этой вульгарной Кабале появлялось герметическое направление, и Эннель имел полное право на это указанное. Критикуя Эннеля гибраисты пишут, третий знак, как утверждает Эннель, представляет собой древнегреческую ламду. В этом случае она не может использоваться в Кабале. А вот что пишет крупный специалист профессор Михаил Ямпольский. Как показали грамматологические исследования, многие буквы изменили свою ориентацию в связи с переходом письма от направления справа превратился в Альфу, Бет также изменил свое направление, Ламет превратился в Лямду, буквально перевернувшись вокруг своей оси на 180 градусов. Таким образом мы видим, что хаббалистическая символика, хаббалистический понятийный аппарат были использованы западными оккультизмами гораздо позже возникновения иудейской Кабы. Тоже относительно, убийства. В 1856 году в своей работе учений ритуал высшей магии Элифас Леви связал Кабалу и Таро, ассоциируя старшие арканы с буквами иврита, а значит и с путями так называемого каббалистического дерева. Поэтому, исследуя работу Энеля, гебраисты должны были заняться изучением его вывода, имеющие серьезные доказательства о том, что убийство царя и царской семьи было ритуальным, а они занялись опровержением его действительно ошибочного вывода, что этот ритуал был иудейский. Гебраисты должны были обратить внимание на западноевропейские каббалистические ритуалы, а не зацикливаться на классической иудейской капли. Кстати, крупный российский историк, доктор исторических наук, покойный Иван Федорович Плотников, который, кстати, считал екатеринбургские останки и останки царской семьи, утверждал, что видит в данных знаках сходство с таковыми в каббалистических и магических алфавитах, с тайнописью тайных обществ весьма разнообразно. Как мы видим, вопрос о каббалистической надписи, так называемой, мягко говоря, непросто. Казалось бы, почему для консультации по этому вопросу было не пригласить упомянутого доктора философских наук, заведующего кафедра антологии и теории и познания Института философии Санкт-Петербургского государственного университета Александра Владимировича Дьякова или того же импольского, бывшего научного сотрудника Института философии ДРА, имеющего специальные работы по демонологии. Опять-таки, когда я говорю об этом, это означает только то, что этот вопрос был необходим расследовать, исследовать на самом высоком уровне с привлечением ученых, с привлечением самых высших специалистов, духовенства, священников и так далее. Ничего этого сделано не было. Почему? Ну, к другим признакам ритуального убийства, похожим на ритуального убийства, можно обозначить манипуляцию с телами, убитой собакой, которая в оккультизме и западной каббалистики означает возмездие, а также сведения об отчленении глав царя и царевича, которая, в отличие от утверждений Евгения Владимировича Пчелова, не является домыслами генерала Дидерихса, якобы основанных на слухах, а имеются в воспоминаниях главного представителя Антанты в России генерала Мориса Жанена, который прямо указывал на очленение голов и увозок в специальных ящиках, а также в воспоминаниях Растриги Сергея Труфанова, бывшего или монаха Элеодора, о том, что он видел очлененную голову у государя во время своего нахождения в Кремле в 1919 году. Возражение, что слова Труфанова относятся к воспоминаниям, а потому не имеют под собой доказательные силы мы принять не можем, так как все записки Юровского, Кудрина, Никулина и других являются именно воспоминаниями, зачастую вступающими друг с другом в прямое противоречие, но тем не менее безоговорочно принимаемые следствием в качестве доказательств по уголовному делу. Абсолютно убежден, что без полной научно-богословской экспертизы по выяснению возможного ритуального характера убийства царской семьи невозможно делать заключение о принадлежности Катеринбургских останков мощам царственных мучеников. Хочется подчеркнуть, что все доводы экспертов оппонентов сходу отметаются членами комиссии как домыслы, слухи и тому подобное. При этом неудобные вопросы официальными экспертами полностью игнорируются. Так, полностью игнорируются выводы кандидата медицинских наук субъедно-медицинского эксперта Юрия Александровича Григорьева, который в начале работы был привлечен следствием к участию в работе комиссии, но вскоре отстранен. Следствие проигнорило основательную аргументацию Григорьева в пользу выводов следователя Соколова, не раз приводившуюся судмедэкспортом и давно опубликованную. Так, никто не смог ответить на простой вопрос Григорьева, почему сжечь 11 предварительно расчлененных тел за двое суток при помощи дров и серной кислоты невозможно, а сжечь фактически дотла два трупа в простых кострах за два часа вполне. А ведь именно на этом настаивают эксперты следствия. До сих пор нет ответа на вопрос, почему во всех воспоминаниях убийц место в Поросенковом лагу, куда якобы похоронили часть трупов убиенных, обозначается как болото, трясина, гадь, а следствие упорно утверждает, что там нет никакого болота, нет и не было. Нет никаких разумительных ответов, почему судя по предполагаемому чепу государя он никогда не пользовался услугами стоматолога, а в венниках императора Николая Второго несколько раз упоминается посещением зубного врача Костыцкого. Но предположение ведущих экспертов-стоматологов о том, что может быть государь страдал донтофобией, иначе как неудачной шуткой не назовешь. Нет ответа и на вопрос, почему в воспоминаниях одних убийц Поросенковом лагу сожгли три тела, то четыре, то шесть, то два, то все, а Медведев-Кудрин вообще утверждал, что тела не сжигали, а были захоронены выкопанной там ями. Непонятно, почему следствие решило опереться на воспоминания самого малоизвестного участника Сухорукова о том, что сожжены именно два тела, как они называют Алексея и Марии, но проигнорировали воспоминания Родзинского, что сожгли Николая, Боткина, Алексея, общей сложности четыре, шесть человек. Наконец, полностью игнорируется вопрос покойного Сергея Алексеевича Беляева, а зачем вообще команда Юровского везла тела в направлении Поросенково-Лога. Ведь они ехали по старой Коптиковской дороге в направлении Екатеринбурга. Если они хотели найти лучшее место для уничтожения тел, логичнее было бы направиться вглубь леса в направлении Коптикова. Не могу не коснуться еще одного весьма важного вопроса. Мы помним, как на конференции в Срединском монастыре в 2017 году представители следствия нас убеждали, что нет никаких доказательств интереса со стороны высшего советского руководства к царскому вопросу после 1918 года. Однако в то же время на сайте ГАРФ были выложены запросы различных высоких начальников НКВД СССР, включая одного из замов Берии Баграна Захаровича Кабулова о срочной доставке некого дела Николая Второго, переводе царских денег в немецкие банки в 1906 году, запрос царских фотоальбомов. Кстати, брат этого Кабулова, Маяк Захарович, возглавлял расследование самоубийства Гитлера и работы по идентификации его останков. Таким образом, интерес высшего руководства страны, не исключено, что лично Сталина, в царской теме в 1945 году очевиден. И очень странно, что составители трехтомника не обратили на эти вопросы НКВД никакого внимания. Если они знают ответ на этот вопрос, так чего говорить, напишите, объясните, но уже ясно, что интерес-то был. Потому что, помимо запросов, есть документы, которые эти запросы запрашивают. И нам было бы очень интересно знать, что это за дело Николая Второго. И почему оно так заинтересовало советскую верхушку в 1945-1946 годах. Кстати, сведения об этих запросах были убраны с сайта ГАРФ. Если я при тщательном исследовании их не нашел, прошу извинить меня, ГАРФ, но я их не нашел. Хотя они были раньше. Один запрос по Кабулу вот я недавно видел, где-то месяц назад. На сайте ГАРФ? Ну, может быть, я не нашел. Ну, где-то в интернете, я не помню, на сайте. В интернете помню. Теперь позвольте описать сложившуюся на сегодняшний момент ситуацию, какой она видится не только нам, но и большему числу православных христиан. Большому, вернее. За большее не могу. Вопреки первосвятительским указаниям, о необходимости учитывать мнение народа Божьего, вопреки обещаниям владыки Тихона Шевкунова о том, что перед Архиерейским собором 2021 года будут заранее опубликованы все экспертизы по уголовному делу, о чем говорил Василий Вадимович, и по ним будет проведена большая открытая дискуссия, ничего этого не происходит. Никакой широкой открытой дискуссии нет, и отсутствие на данной конференции представителей Следственной комиссии яркое этому подтверждение. Я в этом плане с уважением отношусь к Ивановичу Николаевичу Соловьеву, который пришел сюда, и к другим, если есть представители бывшего расследования, потому что они пришли. Почему не пришел никто? А как вообще можно не отвечать на нормальные вопросы, которые ставятся? Ведь мы же их ставим не для того, чтобы мне, я еще раз говорю, есть очень хорошие отношения членами этой комиссии. Мы же не для того, чтобы подразнить, там сказать, а вы там что-то неправильно сделали. Конкретные вопросы, почему не прийти сюда? Ведь это дело, которое касается всех нас, и это дело, которое касается группы людей. Времени до собора осталось немного, и после выступления митрополитов Иллариона и Тихона народе прочно утвердилось в смысле, что на соборе Екатеринбургские останки будут любым путем объявлены мощами святых царственных мучений. Заявление митрополита Тихона о том, что архиереем Русской Православной Церкви для ознакомления будет разослан на книге Следственного Комитета Преступления и Века не может не вызывать недоумения. Я не хочу критиковать это красивое издание, но по существу оно состоит из выдержек из разных исторических документов, посвященных убийству членов царской семьи и уничтожению и сокрытию их тел, распределенных тематически. Опять-таки, хочу сказать, что после 1998 года вышла книга «Покаяние». Я могу быть не согласен с тем, с выводами, но она была, это была научная книга. Здесь она как бы красивая, замечательная, но это отрывки. Как можно сделать какой-то вывод по этим книгам, я не знаю. Она интересная, конечно, очень, но это не книга, это не научная, это не заключение следствия. И по нему никак, никакой архиерей, никакой человек не сможет сделать каких-то выводов. Потом, в книге отсутствует много важных других отрывков, например, те же воспоминания того же Жанена. Но более того, даже этот трехтомник сегодня доступен немногим. кто может сказать из людей, что он может исповодно его прочитать. В связи с этим, среди многих православных растет уныние, ощущение, что с их мнением никто из церковно-священначали считаться не хочет. И если на архиерейском соборе при таких обстоятельствах произойдет признание катеринбургских останков за царские мощи, то эти уныние, ощущение оставленности может привести к самым тяжелым последствиям для нашей церкви. Надо учитывать, что наибольшая часть православных людей, которая приезжает в Екатеринбург на царские дни со всей России, стоит сутки на богослужениях в храме, потом идет крестным ходом 24 километра, чтобы потом там еще присутствует на богослужениях, чтобы потом разъехаться по стране. Это самая пассионарная, самая активная часть наших верующих. Она бескорыстно любит царя и на поросенков лог, подавляющую часть, никогда не пойдет. Это реальность. Какая ситуация возникнет и без того крайне сложным с духовной точки зрения Екатеринбурге? Как себя будет чувствовать в этой ситуации правящие архиереи? Что будет с монастырем на Ганиной Яме? Это же все конкретные вопросы. Кроме того, нельзя исключать, что возможны есть силы, которые специально так торопят с признанием екатеринбургских останков мощами, чтобы потом нанести удар по церкви. Когда они скажут, что проведенные экспертизы, мы провели новые экспертизы, и они доказали, что те останки это не останки. А вы представляете, сколько уже пройдет поклонение лжеостанков? Если это будет. Кроме этого, внутри церкви обязательно найдутся раскольничьи элементы, которые будут заявлять об ее неистинности, предательстве архиереев, требовать создать новую истинную церковь и так далее. А на примере последних событий на Урале и других местах мы видим, что все это вполне возможно. А еще не надо забывать, что на наших западных границах тучи ходят хмуро. И реальность внешней агрессии в отношении России она как никогда актуальна. И что, нам еще не хватало по этому вопросу занятий устроить. Это непонятно зачем вообще. Я хочу вспомнить, мы как православные люди должны помнить, что говорил по этому вопросу архимандрит Кирилл Бородин, который говорил, что мощи святых царственных мучеников уничтожены в 18-м году на Гайне-Яме. Что говорил отец Николая Гурьянов, который прямо утверждал, что они были сожжены. И что, если катеринбургские останки признают за царские, то страшное наказание Божие будет в всей церкви, а в России беда. Истинность этих слов мы помним потому, что произошло в 1898 году, когда в Петропавловском соборе были захоронены первые катеринбургские останки. Слава Богу, благодаря мудрой позиции покойного патриарха Алексея II и Святейшего Синода, которым тогда был, кстати, и Святейший Патриарх Кирилл, церкви удалось избежать участия в этом событии. Вспомним, что через месяц после похорон в Петропавловской крепости в России наступил дефолт и правительство ушло в восставку. Мы глубоко убеждены, что если сегодня вопрос будет вновь решаться большевистскими методами, без учета мнения специалистов-оппонентов, без учета мнения народа Божьего, то очень велика вероятность глубокого кризиса внутри церкви. Ведь ее мнение это не мнение двухсот и трехсот священников, а миллионах русских людей. Поэтому вопрос этот по нашему глубокому убеждению должен решаться с учетом всех мнений и фактов, а само решение отложено минимум десятилетия. От этого ни церковь, ни народ, ни страна ничего не проиграют, только выиграют, ибо истина вечна. Тем более, что касается святых царственных мучеников и страстотерцев, которые предстоят у престола Божия и молятся за нас. Можно, если смущает людей о том, что останки находятся в ненадлежащем месте, можно создать временную часовню, где положить эти останки, написать о том, что это найденные там, в Екатеринбурге останки, считающимися частью верующих останками мощами святого царства. Вот и все. На сегодняшний момент это самое большое, что мы можем сделать. Я вообще не понимаю вот этой спешки. Какая может быть спешка в этом вопросе для церкви? Я всегда говорю, в принципе, позиция государства, если государство считает, что оно доказало, это дело государства. Оно вправе так считать. Государство имеет право на ошибку. А церковь, то есть мы с вами права на такое шипы не имеем. Ни эгоистические амбиции, ни гордыня, ни чувство соперничества или вражды заставляют нас участвовать в этой конференции. А глубокая беспокойность за будущее нашей святой матери церкви, о нашей любимой и дорогой родине России. В условиях крайне неоднозначного отношения большей части православного народа к Екатеринбургским останкам, ненужная и опасная спешка по их признанию святыми мощами будет выглядеть как давление на церковь со стороны неких сил враждебных как ей, так и государств. Верим присущую святейшему владыке мудрость от святаго духа исходящую. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Пётр Валентинович, сейчас я, мы сейчас дадим возможность задать 3-4 вопроса из зала, да, у меня тоже вот вопрос такой, скажите, как вы оцениваете вот ту часть этого трехтомника, которая касается изложения версии Юровского или там Покровского-Юровского по уничтожению вот, ну, именно то, что вот историческую часть, историческую составляющую, которая изложена в документах, так сказать, воспоминаниях там или стенограммах Юровского или Покровского историка и там других вот его, так сказать, подельников там Родзинского, Медведева-Кудрина там. Как изложено в этом трехтомнике это вот по вашей оценке? Ну, вы знаете, в принципе, все это было изложено еще в 1998 году все эти материалы, вот касающиеся записок Юровского, ну, может, они в основном были опубликованы. Поэтому что-то для себя там нового, причем полностью. Потом еще Жоков там издавал. В принципе, эти все документы известны. Они, кстати говоря, первая записка Юровского противоречит, отступают противоречия там в отдельных частях с выступлением перед старыми большевиками. Но в целом все это опубликованные документы. Поэтому, ну, их еще раз опубликовали. Хорошо. Спасибо. Так. Есть вопросы? У кого вопросы? Прежде всего, первым взаимоснованным священникам, священнослужителям, потом, значит, ответственным всем остальным. Есть какие-то вопросы к Петру Лентиновичу? Мы дадим микрофон, если... Я просто не вижу. Здесь очень... Да, да, да. Очень свет сильный бьет в глаза. Можно руку как-то вверх поднять? Да, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. У тебя сейчас микрофон. Петр Валентинович, скажите, пожалуйста, вот в этом трехтомнике преступления века обращено ли внимание на двух Никулиных? В следственном деле Николая Алексеевича Соколова речь идет о Никулине Прокопе Александровича. Имя и отчество указано у него в деле. Это был по профессии шофер, состоял членом Екатеринбургского ЧК и получил кличку пулеметчик за пристрастие к массовым расстрелам. У Касвенова уже появляется, когда вышла его поганая работа, простите, уже появляется имя Григорий Петрович Никулин. Выяснено ли следствием настоящему времени, что это за два Никулина гуляют по материалам следствия? Григорий Петрович Никулин появляется раньше, он появляется в записи, которые делались на радио в 64-м году. Действительно, информация о первом Никулине дано в показаниях Медведева, если я не ошибаюсь, обвиняемого белому следствию. И в материалах белого следствия Григорий Никулин, по-моему, встречается один раз, ну два. В основном речь идет о Никулине вообще, вот сейчас все упоминается. Я задавал этот вопрос Людмиле Анатольевне Лыковой, ответа я, честно говоря, от нее не получил тогда, она говорила, что это какие-то легенды, в смысле легенды революционные, но разница в возрасте одному 42, другому, по-моему, 20 не исполнил. Поэтому до сих пор этот вопрос, он, на мой взгляд, не решен, а он очень важный вопрос, о ком мы идем речь, ведь на воспоминаниях Никулина строятся вторые после Юровского. Ну, во всяком случае, на нем тоже строятся доказательства следствия, поэтому это очень важный вопрос, и на нем нет четкого ответа, просто сказали бы, да, вот слушайте, вот тут ошибка, ошибся Медведев, или вот это один Никулин, этот другой Никулин. Все, вопрос снят. Как не снятый вопрос, так же, простите, следствие Николая Алексеевича. спасибо, матушка, давайте просто, если кто-то еще... Продолжить, это очень важно, то, что выбивает платформу из-за последствий нынешнего. Это наша сказала, как уже